добрый день наши дорогие друзья наши подписчики вас приветствует наташина сережин сад давайте еще потренируемся на одной гортензии которая была сегодня пересажена из двухлитрового горшка в горшок семь с половиной литров вот хочу показать вам короткую обрезку вот как мы убираем лишние маленькие то есть тоненькие веточки которые совсем будет не нужны для растения для его развития вот сейчас на вот этом растении мы покажем как мы обрезаем это наверное двухгодовалый саженец вот сейчас мы покажем как мы его будем обрезать сначала я уберу под самое основание вот эти вот которые растут в середину ветки они не нужны мы их обрезаем под самое основание не оставляем пеньков то есть пеньков здесь не должно быть до хорошего созревания то есть как бы она хорошо зарастется мы потом соответственно замажем это лаком чтобы растение не плакала вот потом следующее давайте вот это вот сейчас веточку обрежем она здесь тоже не нужна тоже мы ее режем под самое основание вот то же вот эти вот худые маленькие ветки мы обрезаем вот еще в середина тоже тоненькая веточка она нам тоже не нужна тоже режем под самое основание вот теперь осталось более-менее такой костяк до который можно будет сейчас сформировать и мы соответственно будем резать их на узлы смотрите вот этот толстый как бы ствол да я считаю что можно конечно было бы отрезать его на одну почку но на всякий случай я его сейчас обрежу на 2 вот потому что он будет как бы параллельно идти вот этим разветвлением чтобы не было один выше другой ниже мы его как бы сформируем вот и соответственно я сейчас его обрежу вот на эту почку оставляем здесь буквально два-три миллиметра вот два-три миллиметра от узла почек вот соответственно мы его обрезали потом моего тоже лаком покроем вот еще веточка идет тоже здесь вот тоже две почечки тоже отрежу на 2 не буду делать на одну пока сделаем на 2 просто вам показать вот так обрезали вот здесь вот смотрите здесь мне не нравится они идут здесь где как бы параллельно клетки соответственно если отсюда пойдет она будет друг другу будут мешать я так считаю что мне так кажется вот это вот надо будет убрать потому что она слишком далеко уходит от основания и она будет мешать развитию вот я ее соответственно вот так вот обрежу здесь она более тонкая ветка я обрежу ее на одну почку на одну почку потому что она самая тонкая ветка соответственно и будем обрезать вот-вот между узле здесь вот между узле И, соответственно, здесь беру 2-3 миллиметра от этой почки и, соответственно, вот так вот обрежу. Вот смотрите, что получилось от этого куста. Соответственно, у нас будет три основные ветки, которые у нас сейчас обрезаны на одну-две почки. И сформирован нормальный хороший куст. Соответственно, будет хорошее развитие корневой системы. Ну и дальше мы посмотрим, потому что, может быть, от этих двух, там, четырех почек могут пойти еще здесь почки. Соответственно, это уже потом будет весенняя формировка куста, когда она уже даст побеги. Вот. Мы сформируем, будем формировать куст. Вот. Ну, как-то так вот, дорогие друзья. Это, соответственно, покроется лаком. Вот это вот, чтобы она не плакала. Вот. Ну, вроде и все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, дорогие наши друзья, зрители. Это вас приветствует Наташа Сережин Сад. Друзья, вот еще раз мы осмотрели этот кустик. Я решил подрезать вот эту вот ветку, потому что здесь у меня было две пары почек, я оставлял. Но так как я посмотрел, что она слишком тонкая, да, и сравнять как бы все по одному уровню, я решил обрезать ее на одну почку. Вот. Оставил здесь одну почечку, так же, как и на соседнем. А здесь более толстый ствол, да, мы здесь оставили две пары почек. Вот одна внизу, вот здесь вот я вам показываю внизу. И вот в самом верху вторая пара почек. То есть здесь более толстый, мы здесь две почки оставили, а здесь более тонкая мы оставили по одной паре почек. Все, всего доброго. До свидания, дорогие наши друзья. Продолжение следует...